Самый колоритный и неординарный способ съездить на экскурсию своим ходом в Аютайя, это отправиться туда на поезде. Поезда в Аютайю из Бангкока ходят часто, билеты стоят недорого. Прилетев в Бангкок из Москвы, мы переночевали в отеле, на следующее утро, оставив чемоданы в камере хранения отеля, налегке отправились, в двухдневное путешествие в Аютайю. Наша станция выходит сейчас. В какую сторону ходить они готовы? Бай. Все вышли, доехали благополучно. Идем дальше. Станция Ханфайн. Сюда? Поехали? Поехали? Погрузились на Тук-Тук, ну не Тук-Тук, Сантео, да? Не знаю. Ну в общем машинку. И едем во дворе сейчас. Договорились с водителем по 30 бат. Торговать, конечно. Ну, других не было, поэтому особо не торговали. Уже. 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 Ехали, вот наша машинка, на которой мы ехали. Сейчас Сережа рассчитается, и мы пойдем дальше. Приближаемся к дворцу. Панк Пайн Пелес. Что-то сегодня народу много. Хотя мы и рано вроде приехали. Да, да, у нас есть одень. Вот показано, в каких одеждах надо ходить. Что надо закрывать, чтобы руки были закрыты и ноги. А что, нельзя фотографировать? Сережу заставили переодеться. И мы ему прикупили штанишки за 100 бат. Потому что в шортах, оказывается, нельзя. Девушкам тоже в шортах нельзя. Но у меня штаны, я специально одевала из отеля такие. Поэтому я по форме одета. Вы сможете купить сарон за 350. И штанишки за 100. И за 200 есть разные, какие вы хотите. И сувенирчики красивые, блестящие всякие. Чашечки. Тарелочки. Слоники. Кошелечки. Вот такие красивые. Кошелечки. Кошелечки. Стоит 350 бат. Очень симпатичный. С кожей натуральной. И вот пред нами Сережа. Он переоделся. Покажи. Забавно вы в этих штанишках смотрят. Билетные кассы. Здесь мы прикупили билеты. Он скажет, что здесь Николай Второй тоже приезжал. Утешествовать свою по Азии. В гостях украли. В этой летней резиденции. Летний дворец Банк Пайн был построен специально для того, чтобы Раму Пятый мог принимать европейских посланников и правителей более привычной для последних обстановки. Именно поэтому Банк Пайн меньше всего похож на классические тайские дворцы. Сооруженный на рубеже 19-20 веков, он впитал в себя все черты того времени – эклектичность и противоречивость, но в то же время необычайную красоту и гармонию. После бирманских набегов дворцовый комплекс Банк Пайн был разрушен и оставлен на долгое время заброшенным. Король Рама Четвертый, который правил в 1851 году, начал возрождение дворца. Большинство зданий в том виде, в каком они стоят сегодня, были созданы его преемником Рамой Пятой. Царствование короля Чуланхорна Рамы Пятого было периодом больших перемен в стране, известной тогда как Сиам. Король был модернизирующим монахом, который отменил рабство и порядочил правительство. Хотя Сиам был буддийской страной, король сказал, что люди должны быть свободны и исповедовать другие религии, не опасаясь преследования. Также во время его правления была построена первая железная дорога в Таиланде между Бангкоком и Аютхая. Король Чуланхор представил свой западный календарь и стал первым тайским монархом, посетившим Европу. Королевский район Тусит в Бангкоке был вдохновлен бульварами и королевскими дворцами, которые он видел во время своих поездок в Европу. И эта любовь к европейскому стилю была продолжена во дворце Бангпайн. Он умер столетия назад, но король Чуланхор до сих пор почитается тайцами сегодня. Дата его смерти 23 октября является государственным праздником в Таиланде. Его портрет часто можно увидеть на стенах домов и офисов. Ой, ничего себе! Вот это да, черепахи, ооо, ничего себе, какие рыбы, вот это да, да, расскажите пару слов с вашей черепашей жизнью, она и спряталась в корее, да, вот она, смотрит на меня прямо. Прикольно, ну и как гребет, смотри, смотри, я снимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот это экземплярчики, здесь бы порыбачить было круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хоть зафоткаю пока стою. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чао Хом Единственный титул, которыми наделялись жены короля, рождённые простолюдинками. Титул мог изменяться на Чао Хом Манда, если жена смогла родить наследника. Данный титул всегда стоялся в начале перед именем. Это комната принцессы короля Рамы Пятого. Домик королевы. Пойдем посмотрим, что там внутри. Опять снимать обувь надо. Давайте приблизимся к королевскому величеству. Сукумала Мараси была дочерью короля Манкуда и его наложницы Манда Самли. Королева Сукумала Мараси. Принцесса Сукумала Мараси. Родилась 10-61 года. Вот здесь такая квартирка у нее. Ну, так неплохо жили принцессы. Здесь жила принцесса Сайсавали Пхерома. Поглашаю посмотреть, как она поживала. Несколько комнат было. Достаточно большой домик. А тут нельзя заходить. Только можно посмотреть через стекло. Рама Пятый всегда подчеркивал, что Сиам при всех оговорках остается самостоятельной державой и интересы простых тайцев для него превыше всего. Может быть, именно благодаря такой позиции Рама Пятый и заслужил всенародную любовь и почитание, если не сказать обожествление. Хотя не только благодаря ней. В момент смерти его отца Рамы Четвертого Суалону Корну было всего 15 лет. В начале страной правил его дядя. Казалось, что так будет продолжаться вечно. Но уже через 5 лет молодой король смог перехватить инициативу у своих многочисленных родственников, которые с вожделением взирали на фактически освободившийся трон. А затем были 42 года блистательного правления, во время которого Сиам превратился в одну из самых передовых держав Азии. Судебные, военные, земельные, дворцовые, финансовые, территориальные, административные и другие реформы позволили Сиаму занять уважаемое место даже среди европейских держав. Лезем на башню. Впрочем, при всем при этом Лангон оставался настоящим. Настоящим азиатским деспотичным владыкой, требовавшим беспрекословного подчинения от своих многочисленных жен, детей и подданных. Хотя, как мы уже говорили, это не мешало Раме Пятому стать в Таиланде практически в один ряд с Будой. И лишним тому подтверждением остается его изображение, возведенным по его приказу в готическом храме Ватниветтхамамапрат на берегу реки Чуапрая в летней резиденции сиамских монахов Банг-Паэн. Кирище! Субтитры сделал DimaTorzok На территории дворцового комплекса есть несколько мемориалов, возведенных в память о королеве Сунанта Умарират и ее дочери, утонувших в 1881 году на глазах у простолюдинов, которым законом запрещалось прикасаться к особам королевской крови. Там же похоронены и другие дети короля. В их память на камне высечена поэма на тайском и английском, написанная самим правителем. На этом наше путешествие по дворцу Банк Пайн не заканчивается. Смотрите продолжение в следующем ролике.